когда мы стали изучать вышивку как таковую в том числе ручную первые музеи в которых мы поинтересовались как как это было как это на чем это на чем это можно увидеть потому что очень много утеряно из того что осталось это были детали флагов ну времен войны и было очень много вышитых флагов которые остались в в музеях но они не были в экспозиции за их ветхости и некоторые вещи были просто уникальны с точки зрения художественного исполнения это была ручная работа очень кропотливая и когда мы стали в это вникать и изучать как как вышивалась как делалась ручная вышивка и как можно было бы это повторить либо воссоздать либо как-то продолжить это дело то появилась идея ну вот сделать ему лежи тех предметов и того текстиля старых времен которые сохранились где-то в архивах но не могут представлены поэтому мы получилось что флаги если брать более поздние времена не сохранилось даже описаний поэтому получилось так что это был период великой отечественной войны там было много интересного в плане того как люди это делали просто вот как произведение просто как свое умение то как они это делали мы изучали вот сейчас конечно хотим перейти еще на более поздние времена потому что очень интересная очень интересная история вообще геральдических знаков и геральдики в целом в том числе белорусские геральдики конечно поэтому хотелось бы поднять более глубокие полосты и найти что-то что можно было бы воссоздать как ну национальные какие-то элементы например нас очень заинтересовали поскольку как-то все-таки знамена и флаги и вымпела нам попадаются и геральдика в основном представлена на них то нас заинтересовал период грюнвальда и какие тогда были какие были изображения что они означали какому они относились периоду какому событию к какому региону когда мы стали она интересоваться тем как это было на тот момент вот грюнвальдского грюнвальдских событий нашли материалы в архивах но сказать что что-то сохранилось целиком и можно вот говорить о том что это вот так нельзя но мы можем предположить что это было так максимально приближено к тому периоду поэтому нас очень интересует создание вот вот этого периода к тому же тогда это было интересным способом сделано и как это было сделано и вот очень хочется воссоздать эти моменты поэтому такие таким проектом мы сейчас очень сильно занимаемся мы сделали первые четыре воссоздали первые первых четырех регионов предположительно участвовавших в грюнвальдской битве но 4 это только часть хотелось бы еще воссоздать наверняка еще остались не выгорели эскизы в общем-то тех воинских подразделений которые участвовали в именно в этот период в военных действиях при грюнвальде ну в общем-то все начиналось графического изображения небольших миниатюр взята графика была из текстовых документов из денежных купюр где потихоньку потихоньку фрагментарно набиралась именно само изделие которое приблизительно по гравюром того времени было смасштабировано по тому размеру вот например если взять за основу тот же самый гродненский вариант то что мы говорим 1128 год олень перепрыгивающие ограду вот опять же графическое изображение герба города бреста увеличенная до размеров вот этих хоругли которые были тогда в данном случае это полоцкая хоругла полоцка то есть там еще было немножко доработано по графике но именно вот эти вот все вещи и создавали общий облик того времени в данном случае здесь представлена экспозиция двух ключей ключей от темного и светлого мира и соответственно защитника этого периода это именно лидское ополчение опять же я повторюсь один ключ был белого цвета предположить на другой черного цвета так как они говорили о нижнем мире и о верхнем мире то есть такие красивые и значимые элементы для дальнейшего процветания развития данного города очень хотелось бы чтобы все события 1410 года не было в истории затерто забыто и те вещи которые сделали тот героизм который показали наши предки которые представлены были в количестве более 30 разных дружин разнообразных к сожалению гораздо в меньшей мере представлен нежели польские либо какие-то варианты прибалтийских территорий а то что сделано нашими нашими предками по нашей территориальной принадлежности это по сути дела это вот все было сделано и гораздо меньшей мере освещено что нас это очень огорчает хотелось бы сделать более 30 дружин для того чтобы эти события были совершенно четко впечатаны в истории и чтобы не выглядели как не особо которые ну совершенно практически ничем не повлияли на реализацию победы до достижения этой победы разные страны показаны с гораздо большей силой контрастом чем заслуги наших предков и это огорчает мы хотели бы именно осветить это все гораздо ярче и чтобы очередной раз гораздо шире чтобы это событие но не было забытой чтобы наши там дети внуки и правнуки всегда обращались к нему и видели именно эту дату как защитников своей родины своей территории и своей независимости просто мастерская у нас находится в жилом доме в техническом этаже наверху на самом там уже отведенное было раньше пространство для мастерских у нас там рядом есть наши коллеги художники и любилищики это еще даже дальше чем лифт это был технический этаж заброшенные здесь кроме голубей и мусора ничего не было когда мы сюда первый раз пришли здесь было очень все запущено и заброшено мы занимаемся этим вместе с супругом потому что у нас давний тандем вот и дополняем друг друга в разных в разных моментах потому что скажем так интерес к чему-то возникает это большие большой объем работы по поиску информации по общению с теми кто может додать какую-то еще дополнительную информацию и и люди и и литература и архив и поиск и потом еще воссоздание скажем того что предполагается как это выглядело бы потому что иногда это да иногда бывает на ходе вплоть до того что можно пойти в какой-то музей исторически просто музей картин увидеть картину того периода просто нарисованную художником и на ней увидеть то что нас интересует такие моменты тоже были по сути дела это такой совершенно не могу сказать уникальный но редкий материал который попадает в руки ну как бы не так часто нам удалось его приобрести соответственно хотелось бы довести его до окончательного логического завершения она вот именно вот в таком виде это не оборванная обложка это не испорченный экземпляр который там посечен или побит временем а это именно уже совершенно завершенная и в то время готовая для продажи текстовая информация и каждый человек имел полное право например вы захотели сделать кому-то подарок и вот в данном случае не было подарочной открыткой а именно было обложка для этой книги заказывалась и только тогда в эту обложку вкладывался вот эта переплетная вся эта вещь уходила в это дело и тогда книга получала законченный но в то же время единый ну как мы будем говорить единственный вариант который был неповторим и не находился у кого-либо еще в употреблении станет она только в том случае уникальным если мы для нее создадим обложку по на основе той же самой ветковской например там иконописи ветковской живописи когда она сможет быть и придать этому изданию уникальность 2009 год когда был издан указ о награждении городов за мужество и стойкость это были выпила замужество и стойкость в годы великой отечественной войны и было описание но скажем так нет образца того как это будет выглядеть и хотелось сделать что то что будет гордостью того населенного пункта и скажем так каким-то историческим знаком историческим моментом для тех кто живет в этом городе и кто стоял тогда стойко в годы великой отечественной войны и это не только военные то вообще в целом это люди люди делавшие историю поэтому мы себе поставили такую задачу сделать этот вымпел в таком качестве чтобы это во первых это осталось на долгие годы это уже исторический момент и мы работали по описанию но мы максимально сделали его приближенные к таким историческим вещам когда смотришь на то как это было раньше понимаешь сколько людей труда вкладывают тому хуже делать не хотелось бы но для нас каждая работа важна знаете как мы делаем потом отдавать жалко вот но были моменты когда ну как то есть некоторая гордость за сделанным например мы воссоздавали знамя кадетского корпуса слонимского они делали музей а там слоними на базе этого кадетского корпуса и решили сделать знамя кадетского корпуса историческая и тоже мы собирали материал мы смотрели как как выглядели того времени вот такие знамена флаги и делали целиком воссоздавали вместе с вместе с навершием собрали вот кадетов тогда его освещали в храме это было очень торжественно и это было видно насколько это важно для них то есть как бы знаете вот возрождение хороших традиций хорошей истории это но она так как-то вдохновляет и было интересно видеть конечно этих мальчишек которые стояли и прям вот гордость их распирала за то что они вот принадлежат принадлежат этому это 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 не поддельные эмоции это вот конечно западает в душу очень сильно может без этого все таки года идти это наше место силы отсюда много видно в том числе спортзал мой вот недалеко отсюда поэтому я туда собираюсь пойти вечером